Меня зовут Лили Дмитрий, я работаю компанией Best Place. Мы прогнозируем ритейл. Выступаю я... Ой, Илья, ты включил звук? Ты включил звук? Так, мы прогнозируем продажи для ритейла по карте, по открытым и неоткрытым данным. Выступаю я от себя, здесь я не уверен, могу ли я эти данные показывать от имени компании, поэтому я от своей, так сказать, творческой мастерской это все здесь выкладываю. Поехали. Значит, с 2014 года я регулярно занимаюсь разными расчетами городских данных по всяким открытым источникам. Сегодня я показываю вот таких вот шесть для летных исследований. Значит, знаете, что одно из первых исследований, которое было как активист, выступающий за развитие общественного транспорта, мне стало интересно, а вот как у нас в городе с уличной дорожной сетью, где много дорог, где мало. Значит, это первый вопрос, постановка задач, что мы считаем. Общий показатель по городу мне неинтересен, то есть площадь УТС, она где-то есть в документах, это какие-то специалисты из мэрии могут сказать. Никто не может сказать при этом, от чего и где конкретно у нас затухи. Ну, вообще, да, мало. Что это значит, где мало, где много или хватает, непонятно. Значит, нам интересен показатель конкретно по отдельным местам. Значит, берем, я беру, скачиваю, открываю JOSUN, скачиваю OSM, скачиваю все теги highway, ну, фильтрую их, те, что автомобильные дороги, неинтересны полосы, и скачиваю их по городу. Это, получается, файли где-то размером 100 килобайт. Дальше я запускаю PostGIS, есть инструмент OSM типа 2sql. Примеры, вы сможете открыть презентацию, увидите эти примеры, поэтому мы не разбираем здесь. Она это все импортирует довольно быстро, 4 секунды. Дорожный граф у меня в PostGIS уже лежит. В этот момент я открываю QGIS, открытая свободная программа, на которую все переходят. Смотрю вот эти вот, что-то у нас нормальная резкость. Смотрю дороги, таблицу, визуализирую. Похоже на правду, кроме того, что в дороги попали рельсы. Значит, я иду, ищу, что у меня здесь еще. Вот planet OSM line, это то, что мне нужно. Ну вот, уже дороги без рельсов. Я проверяю еще качество данных, скажем, я беру у них атрибут Lanes. Я делаю категорайз, вид. Она его в разных цветах показывает. Смотрю, меня эти данные устраивают. Ну, почти везде, как видите, здесь есть полосы на дорогах. В Москве очень плохо с этим, кстати. А где отсутствует, мне придется потом интерполировать своим предположением просто. Можно не интерполировать первое приближение. Я здесь вам покажу. Интерполяцию я оставлю за кадром. Я беру просто, расставляю точки на линиях. На этих всех. Каждые 100 метров я ставлю точку. Фильтрую дороги. Точки расставлены. Что я делаю дальше? А! Так, что я делаю? Что не разъяснились? А! Первый запрос генерирует просто последовательность чисел. От нуля до числа, до длины этой дороги. Второй запрос. Вот первый у меня вот здесь написан. Второй запрос ставит точки до линии. Каждый инструмент. Значит, все это вот сохраняется в таблицу. Смотрим результат. Оп! Похоже на правду. Лучший способ проверки данных GISA – смотреть на карте их. Кроме отдельных случаев, которые сегодня не буду рассматривать. Теперь я в три клика делаю теплокарту из этого. Есть коллекция стиля. Режим HitMath. Радиус размытия ставлю. Multiply, чтобы была видна подложка. Вот готово. Вот у меня плотность УТС. Как видим, первое же наблюдение показывает. Вот исторический центр города. Это его часть. Здесь плотность дорог гораздо выше, чем в микрорайонах. Сразу же у нас есть ответ на вопрос о судопроводке. Там, где микрорайонная застройка и широкие дороги, их плотность УТС на самом деле низкая. На этом первое исследование заканчивается. Дальше заделываете, как считаете нужно. Можете открыть там и использовать. Плотность населения – частные дома. У нас в открытом доступе база сайта реформы ЖКХ. Ее все умеют парсить. Все уважающиеся программисты. У некоторых она в эксайтках ходит. Геокодированные, не геокодированные. Частные дома в базе не представлены. А в них живет там в каком-то городе 30% в Новосибирске, где я начинал это делать. 15% населения – это существенная часть. Под них нужно, если транспорт оптимизировать, надо учитывать. Вот наша база реформы ЖКХ. Может ли нам помочь OpenStreetMap? В первом приближении нет. Вот здесь мы видим домики есть, вот здесь домиков нет. Просто взять эти домики и раскидать их не получится. Это вот многоквартирные дома, причем население проставлено. Сейчас Новосибирск был первым, кто заполнил эту базу. Я ее еще видел в 2014 году. У нас все приближно делается. У нас первыми ПЗС приняли в стране. А не первыми, по-моему. Это какой-то другой город. В общем, что можно делать? Берем, интерполируем. Первое приближение взять, заполнить вот эти вот… Это вот я вручную просто обвел эти кварталы частного сектора. В СЭМе они не объединены. То есть я просто вручную ввожу те города, где считают. Первое приближение равномерно накидать точек. И, ну, наверное, пойдет. Дальше поделим население. И у нас будет только какая-то примерно оценка. Второе приближение, на самом деле этого не хватает. Есть сейчас у сектора где-то плотнее, есть где-то менее плотнее. Давайте я листану, где… Ну вот, вот здесь вот явно сельские такие территории. А вот здесь гораздо более плотные. Здесь уже образ жизни городской. Здесь домов больше. Здесь гораздо меньше. Он намерен накидывать точки. Мы будем преувеличивать вот эти вот деревни, которые привязаны к городу. Значит, тогда решение простое. Раскидываем точки вдоль дорог. Дороги в СЭМе есть. А эту территорию мы отбили. Я не буду рассказывать подробно. Я беру, делаю буферы вокруг дорог. То есть это как колбаса получается. И дальше по линии этой колбасы я оставляю точки. Те точки, которые попали в полигон частного сектора, вот они вот здесь где-то стоят. Те, которые попали, они будут частными домами у нас. Вот здесь вот точки у нас будут стоять тоже. Они не попадают, я их выкидываю. Ну вот здесь вот эти вот долгие танцы. Рассказывать сегодня я вряд ли буду про это. Смотрим результат. Здесь все дома вошли. А, ну вот здесь вот линия не вошла. Вот по ней... А, я ее обрезал. Я просто отрезал то, что не входит. И по ней я не расставлял. По остальным расставлял. Обрезка это одна из функций в постгисе. Ну, похоже на правду, да? На всякий случай проверяем вот эти точки кружками. Смотрим. Контраста не хватает. Ну, примерно, примерно похоже. Немножко она на каких-то торцевых участках завышает плотность. Вот здесь вот двух-трех домов нет. Где-то тут пары домов нет. Но это уже гораздо лучшее приближение, чем кидать равномерные точки. Или чем кинуть одну точку. Ну, транспортные инженеры, когда не было вот таких систем, они просто говорили там, вот этот район у нас вот есть точка. Считаем расстояние. Ну и считаем всех просто одной точкой. Акредированное. Мы можем гораздо точнее быть. Сравниваем результаты. Вот у нас нет населения. Вот оно вот это вот, то село, которое я показывал. Вот оно интерполировалось хорошо. Здесь плотность даже выше получилась. Вот еще кусок частного сектора очень плотный. Вот он. Вот здесь у него, соответственно, более высокая плотность. Нет у меня критерия проверять качество данных, но меня это устраивает гораздо больше. Упражнение номер три. Статистика по кварталам. Значит, когда показывают такую картинку архитекторам, они говорят, мы не понимаем, что это такое. А почему тут на воде у вас какие-то данные? Что значит на воде там плотность, население, как это? Мы не понимаем. Говорят, дайте по кварталам. То же самое, но по кварталам. Ну вот я им дал по кварталам. Как это делается? У нас есть все дороги из предыдущего упражнения. Сейчас мы как математики берем. Из предыдущего упражнения у нас есть дороги. Мы их в городе объединяем по вот этот вот. Были, как называется, line-string, теперь multi-line-string. Объединяем. И функция Polygonize. Она есть уже и в Шейфли, в библиотеке на питоне. Она нарезает из этого просто вот лоскутное одеяло квартала. Вот такое вот. Смотрим. Из чего? Из линий просто дорог. С чего? Вот линия. Ну ладно. Она их накидала. Где между линиями что-то есть, там она сделает полигон. Вот здесь вот я отсеял уже линии какие-то, полигоны. Я их вытянул под другим претеррием, не важно. Но если у вас на краю линии будут торчать, там полигоны не будет в бесконечность уходить. Поэтому если хотите еще город посчитать, чтобы краевые кварталы были, вам нужно еще границу добавить. Еще там будет такая интересная фишка у вас, если вы обрезали линию по границе и потом пытаетесь полигон сделать, там у вас полигона не получится, потому что линия не дотягивается на 0,1-10 степени метра. Это из-за плавающей запятой. Поэтому обрезать нужно по городу расширенному на альдометр, а полигонизировать по городу реальному. Ну, это я потратил час, чтобы выяснить, почему такая проблема. Даже на карте невозможно приблизить это и увидеть. Значит, вот у меня дома здесь. Размер шарика – это число жителей. И синева на шарике – это алкоголизация. Чем синее, тем там больше пива на душу населения. Ну, вот здесь, да, здесь пьют много. И там тоже очень хороший персонал. А можно было сказать, как это считалось? Это, значит, число… Короче, это ты смотришь от дома 500 метров. Можно из охраны, можно 500 метров. А сколько у тебя пивных магазинов? Ты дели и считаешь еще сколько людей в них ломится. То есть, сколько населения в этих 500 метрах. Значит, одно делаешь на другое. И получается вот алкоголизация такая. Потом про это расскажем. Ну, вот, получается, ну, здесь население я посчитал. То есть, простая, вот, within. То есть, это просто join с условием, что дом внутри квартала. Все. У нас, получается, статистика по кварталу. Дальше можно ее вертеть, как вот эту лапу. Ну, вот здесь ничего не было, никакого join, поэтому записи нет. Все красиво. Да, теперь можно визуализировать это, как вам нравится. Упражнение номер четыре – активность фасадов. Ну, на каждое из них у меня уходило вот… А, вот на это вот у меня ушел где-то месяц. То есть, это… Я открыл запрос, который потом я написал. Я открыл его… Я написал его год назад, недавно открыл. Я удивился, сколько там кода было. Это значит, что я очень хорошо с головой кручу. Я забываю про сложность. Я помню, что были другие трудности. Ну, вот. Значит, в чем постановка задачи? Вот… Вот это активный фасад. Вот это вот здание внутри квартала глубоко. Все фирмы у него геопозируются вот где-то в том месте на земле. Вот. В середине здания. Они… То есть, как видите, здесь улица мертвая. На улице делать нечего. Вот здесь живая, да? Ян Гейл про это много писал. У него даже рейтинг есть. Качество фасадов. Вот. Но поскольку машинным обучением мне заниматься сложновато и сканировать панорамы тоже трудно, я хоть какое-то приближение получить, чтобы отселить, где у нас вообще центр. А, ну вот он. Такой центр. Вот он. Глубоко в квартале. А вот… Вот на периметре квартала есть магазины. Вот они на периметре квартала. Это честно. Я там жил. Все так. Как нам это посчитать? Берем… Так. Я не буду объяснять, наверное, код. Я объясню на пальцах. Код можете посмотреть в презентации, открыв URL. Я беру, делаю… Значит, я считаю вот… Это преувеличенная глубина. Вот я считаю на какую-то глубину от края квартала. Квартал нарезан в предыдущем упражнении. Если у меня вдруг что-то оказывается… Скажем, у меня дорога с двумя проездами. Если что-то… Какая-то точка случайно оказалась здесь. Я не знаю. То ли это ОСМ криво стоит, то ли это Дубльгис криво. Я ее хочу все-таки взять. Поэтому я беру квартал, чуть-чуть расширяю на такой радиус. То есть, если точка вот здесь оказывается в зоне поражения двух кварталов, я решаю просто, к кому она ближе и туда ее кидаю. То есть, я проецирую точку дальше… Так, есть у меня иллюстрация? То есть, я проецирую точку на квартал. Вот фиолетовая была, я ее спроецировал на границу квартала. Ну, немножко отступил. И вот эта точка никуда не вошла, вот эта никуда не вошла. Ну, то есть, вот это преувеличено немножко отступ. Вот это реально. Она никуда не вошла, я ее не учитываю. Дальше я… У меня есть полигон вот этой вот линии квартала. Я могу… Есть функция, которая интерполирует значения по длине линии. Я получаю погонный метр квартала, на который у меня упала точка. Этот погонный метр я группирую на шаг, по-моему, по 25 метров. У меня, получается, такие группы по 25 метров. Я считаю, сколько фирт туда попало. После этого я нарезаю эту линию квартала на отрезки по 25 метров. Для каждого из них у меня уже есть вот это вот значение. Сколько фирм. И… Ну, я еще охонные функции сглаживаю. Получается вот такая картина. То есть, вот… Ну, вот реально у нас центр, вот, на Сибирске. Вот он. Да, и вот здесь вот кусочек небольшой. Вот. И здесь, да. Это не здание, это колбаса квартала. Фасад. А, вот он ТЦ. Вот здесь ничего. Все верно. Ага. То есть, это плотность ритерирова, что ли? А где здания? Это плотность здания. Они здесь плохо… А, здесь их нет. Это штаммен. Вот так стало. Ну, вот здесь немножко видно здание. То есть, это количество магазинов, которые приходится на это здание. Да? На погонный метр фасада квартала. Да. Который близко к границе квартала. То есть, который не был у меня. А вот эти точки предыдущие, это… Это что, панорамы что-нибудь были? Какие? По предыдущим сторонам. Эти? Меня еще, кстати, спросили, что здесь за здание такое? Оно на крест похоже. Театр. Да, да, да. Это театр. У меня пару слов про гордость Новосибирска. Значит, театр оперы и балета – самое крупное театральное здание в России. Большой театр туда поместится целиком. Этот купол из бетона, цельный, стоит без всяких копор. Здание проектировалось в 20-е годы. Новосибирск был довольно провинциальным местом. Туда перенесли столицу Сибирского края, поскольку там не было сопротивления большевикам гражданскую. В Омске была столица Колчака, в Омске старый народ тоже, в Красноярске там была какая-то тоже столица. Поэтому сделали ставку на более провинциальную, провинциарскую столицу. Здание сначала проектировали таким вот конструктивистским, видите, чистые формы. Все равно, как в Москве конструктивские дома. Центр у нас, кстати, почти полностью конструктивистский. В качестве интересной детали. Вот это вот створ улицы Серебренниковской. Здесь планировалось, что будут проходить парады вот так вот насквозь. И проем делался под аэроплан, чтобы его пропустить. Там сцена с зала на три тысячи мест, который как... То есть через сцену они бы проходили, просто зал смотрел. Купол использовался бы как панорамный кинотеатр. Уже тогда это, в 20-е годы. Задумывали. Ну вот, вот она эта дверь, вот створ улицы. Ну сейчас она заделана, конечно, никакой аэроплан туда не пройдет. В 30-м году, в 32-м году уже шло строительство. В этот момент случился разворот в архитектурной стилистике. Группа архитекторов, которая это планировала... Кстати, среди них был главный художник Большого театра, Курилка. Их репрессировали, и большинство из них были расстреляны. Здание перепроектировали тут же, на хаду уже во время строительства от... Ну, это тут один из проектов. От новой неопластической... Всевдокластической свистели. Вот таким он получился. Купол в результате как-то замылился. И вот так хорошо не видно. А группа архит... И театр был... Это 32-33 год. Группа архитекторов, которая перепроектировала и поставила подписи под этим, не дожила до окончания его строительства. Они попали под волной репрессии 37-го года. Здание было закончено в 41-м году и летом планировалось открывать. Значит, его, понятно, не открыли. Открыли 12-го мая 45-го года. Всю войну здесь планились музейные активы из Санкт-Петербурга. Вот такая история. Пойдем дальше. Будете, вот, заходите. Правда, цены там, конечно, высокие. Активность фасадов в Твери. Ну, вот аналогичные расчеты. Вот здесь центр все-таки есть какой-то один целый и небольшой участок здесь. Я проверял по панорамам. Это похоже на правду. То есть вот на одной стороне у нас активные здания, на этой стороне казенные желтые дома. А вот здесь вот живая прямо торговая улица. Все. То есть проверка проходит. А доступность парков? Ну, не знаю, что тут много интересного. В общем, была задача посчитать транспортную доступность всех парков. Сказать, в каком парке можно, ну, много народу рядом или мало, или что так далее. Я взял вот эту геокодированную базу и проложил от каждого парка маршрут через ОСРМ и через Дубльгиз до каждого дома просто. У меня получились такие вот данные, которые дальше я там, как меня там просили, я их изгружал. Интересная вещь. Карта привлекательности велосипедов. Я беру, у меня маршрут построен по ОСРМ автомобильный. Я считаю, сколько времени будет ехать велосипедист. И сравниваю это время с поездкой на общественном транспорте. Вот, оказывается, велосипед очень привлекателен в ядре города, то есть который близко к центру, ну, в радиусе, так, километров трех-пяти. Очень привлекательный. Даже вот у станции метро, вот здесь вот, ты выиграешь половину времени, если поедешь до центра на велосипеде. Это вот, к слову, как активистам доказывать, что велодорожки нужны. Вот вы строите карты, показываете и говорите, сколько у вас населения. Сколько можно выиграть. Ну, вот это вот помноженное на население. Вот здесь станция метро, там ехать с пересадкой, поэтому велосипед здесь выигрывает просто в разы. И это мы не строим еще, это маршруты в центр, а у нас транспортная сеть радиальная, центростримительная. Что говорит про хордовые поездки. Вот, вот здесь станция метро тоже, вот здесь микрорайон, который очень много выигрывает. Ну, вот данные. Интересная вещь оказалась, набережная, возле нее никто не живет. Она один из самых удобных мест в городе по транспортной доступности. Вывод из этого был, что на набережной не надо делать парк для мам с колясками, они туда не доберутся. Там надо делать парк для общегородских крупных событий. Туда доедут все. Когда там делается видовый городок зимой, он всегда полон народу. Ну, вот это вот объясняет это. Ну, вот центральный парк похуже. Всякие парки, которые у жилых районов, где рядом много народа, они гораздо хуже доступны. Ну, и вот, собственно, шестое упражнение «Пиво против кофе. Алкоголизация городов». Я готовлю отчет. Скоро я его опубликую. Как это было подсчитано? В двух словах. В сентябре прошлого года Аркадий Гершман, московский блогер происхождения из Красноярска, съездил в Тюмень и сказал, что новые микрорайоны полны вот этого. Магазины раздельного сливок. Новый микрорайон сразу же есть. Это вот. Значит, почему важно задаться этим вопросом? Население вот этих вот микрорайонов – это экономически активные люди. Это не алкоголики из каких-то старых районов. Вот кто-то из нас таких живет, да? Старые алкоголики, которые там просто осели когда-то. Сюда переезжают те, кто зарабатывает. Они могут платить ипотеку. Здесь ездить на автобусе невозможно. Они еще на машине ездят. Но их деньги на машину есть. При этом, что они потребляют? Вот это. И эти точки, они множатся. Есть какая-то проблема. Вот берем, наносим на карту эти магазины. Эта вот бутылка. Видно плохо. Вот новый микрорайон построил, сданный в 15-16 году. Вот видите? Вот это сдано в 60-е. Это вот недавно. Видите, какая жизнь, да? Спрос есть. Есть. Ну там и плотность населения совсем. Вопросы про плотность возникают, да. Еще вопрос. Школы, может, еще как-то мешают. Вот я взял, посмотрел по разным регионам. Ограничения законодательные, ну, не мешают. Вот у нас, причем я здесь построил... Это не ограничения, это рекомендации. Нет, там есть прям ограничение, там есть запрет конкретный, это региональный закон. В Новосибирске 100 метров, в Томске 20, в Барнауле 40. Вот это я построил 150 даже. То есть я с запасом взял, чтобы от забора отсчитывал. Не ограничивают. Ну вот здесь видно, соблюдают? Соблюдают. Ну, в принципе, я дал по-другому. Ну, они не мешают. Мне архитектор одними сказал, не публикуй это никуда. А то люди это... Они посмотрят и узнают, где построить открыт точку такое. Открыть точку такое. Открыть точку или компанию. Что-то у нас тут... А можно вот там... Где? Можно контраст остановить. На экране гораздо лучше видно. Да, на компьютере. С этого светлятский. А как это? По-моему, это контрастность надо. Фильтр какой-нибудь есть? Очки в доме. Могу дать свои. А вот в нем все расплывется. Ярмасть. Ой, сейчас риск поломает. Ммм, помогает. Сейчас. Надо убрать, наверное, как с вами. Ура. Хоть какая-то польза владельцам проекта. Похоже на. Ну вот. Аааа. Значит. Сравниваем города. Новосибирск. Вот здесь... А, и кофейни я еще сюда на карту нанес. Кофейни обычно в центре. То есть там, где центр, там, где хороший город. Ну вот Новосибирск. Ванны, какие-то островки кофеен. Вот здесь вот островку, здесь Дубльгис сидит, кстати. И вот КЦ. Дубльгис, они выбрали, конечно, место. И это вот здесь машина времени 90-е. Там адитас, кепки. Кипсеры вот здесь. Модно, кстати. Что? Модно. Здесь, да. Здесь, да. Вот здесь вот с кипсером будет нормально, а вот здесь нет. Аааа. Ну, короче, сравниваем города. Видим, что... Ну, даже с поправкой на то, что где-то в Новосибирске больше архивов, потому что там франшиза сидит, которая раздает эти магазины, позволяет открывать легко и быстро. Даже с поправкой на это видно, что вот здесь этот центр побольше как-то и поплотнее. И вот он здесь, если на мониторе смотреть, он как-то попросторнее. Перми тоже. Он последовательный, такой неразрывный. Вот и гораздо большая часть. И учитывая, что Перми в полтора раза меньше Новосибирска Екатеринбурга. У них здесь получше ситуация. Засилие такое темное, что вот здесь у нас 600 тысяч населения, а у них вот сплошное море пива. Все синее. Вот. И вот здесь вот. Все синее тоже там. Мы еще Прагу туда нанесли. Прагу я наносил, да. Там же в Афине это странно? Там нет наливаев таких. В Перми, вот в Перми, мое объяснение простое. У них сетка кварталов и просто возможность пройти по улице гораздо лучше, чем в Новосибирске. Новосибирск очень рвано. Из вот некоторых районов вы можете пройти в центр только пройдя по мосту магистрали. Ходить, ну так ходить невозможно. Попробуйте, не знаю, по Садовому походить, опухните. Вот у них здесь можно ходить. Больше населения живет ближе к центру. Значит, на градостроительство, по-моему, здесь очень сильно влияет. Ну и еще Москва. Значит, надо было вас спросить прогноз. Но, собственно, ну теперь вы знаете уже. Юго-Восток, вот. Юго-Восток, ну там просто пламя. Ну вот там, да. Соответственно, население вот. Запад, Юго-Запад, по-трезвее и кофеин. Питер. В Питере кофеин больше. Я не уверен. Может, это вопрос рубрикации. Скорее всего, рубрики. Но, кстати, рюмочных там мало оказалось. То есть, стереотипы, они не очень работают. А исходные данные откуда будут? То есть, избудить. Уже знает, где ближайшие лодочные. Ну я, давай скажем. Может, они не закоррепированы. Но, в общем, проблема-то в среде обитания. То есть, вот такое среде. Это все по всем, соответствует всем стандартам. Инсоляция, количество детсадов, количество школ. Все хорошо, делать нечего здесь. И это еще советский микрорайон. То есть, новые они похуже этого. Все равно делать нечего. Значит, как я обсчитывал данные. Значит, беру, нарезаю кварталы. Ну, все, что повторялось, здесь просто иллюстрации. Частные дома интерполирую. Это Ростов-на-Дону. Получаю оценки населения. Привязываю дом к кварталу точно так же. И считаю статистику. Значит, что полезного вы можете усвоить из этого. А, ну вот, собственно, я считаю. Статистика. А, я тебя уже агрегирую. Короче, статистика домов, агрегированные до кварталов. Я нанес сюда, нет? Я скажу на квартал. Нет. Ну, не важно. В общем, я считаю, сколько в радиусе простой джойн по STVN функции. От дома сколько таких магазинов делю на количество населения. Получается, сколько на дно человеку у каждого дома пива. Ну, вот видим, центр Ростова. Вот здесь какой-то и вот здесь какой-то очаг. В частном секторе, кстати, все гораздо благополучно. На некоторых частях. Ну, здесь вот явно дома привлекают. Природа этого, на самом деле, различна. Здесь может быть транзит. Потому что, видите, дорога. То есть, здесь может кто-то приходит, садится на автобус, едет и по дороге еще что-то покупает. А, ну, кстати, формула. У меня перетасовались. Число пивных магазинов может... А, это взвешивание по кварталу. Полезная вещь, которую вы можете усвоить. Значит, group by you. Если вам нужны данные в разных разрезах, то целая вещь, group by you делает вам сразу же всю таблицу с разными комбинациями. Зануляя лишние колонки категории. То есть, вот у меня город, время поездки, площадь квартала, по ней я группирую и эпоха постройки. Эта штука группирует вам, и вам остается дальше взять колонки, которые не нулевые. Считаю итоги. Значит, тюмень, с которой все начиналось. Вот, новая, современная эпоха строительства. Мы видим, что синее – это количество пивных магазинов на душу населения. В новую эпоху строительства оно растет. Чем дальше, тем больше. Это не исторические данные. Это сейчас вот кто… Вот ты живешь в доме 70-го года, у тебя довольно мало. Ты живешь в новом доме. У тебя здесь коэффициент разный. Ну, то есть, пиво становится постепенно продуктом питания. А кофейни – вот, вот старый центр, вот они там, а сейчас все с этим хуже и хуже. Вот вся графика – код. Что? Вся графика – код. Это было. Сейчас. Новосибирск. Мы переплюнули хручевскую эпоху строительства. Потому что, ну, Новосибирск греется Сибирь переездами. Ну, в Новосибирске пиво стало продуктом питания везде, поэтому… Это продовольственные магазины и аптеки. В 2000-х годах, когда начался новый, ну, так сказать, возрождение строительства, мы видим, что здание… Вот здесь вот, на пике внизу падения была только точечная застройка в центре. Дома строились там, где центр. Там все хорошо. Ну, то есть, может быть, эта функция в близости к центру такая? Можно сказать так, да. То есть, если там устроиться на окраине… Да. Я, видишь, что хотел посчитать, что… Вот если я беру, открываю Новосибирск, я думаю, что там. И вот я смотрю, я говорю, ну, да, ну, это близко к центру, это далеко от центра, ну, так сложилось исторически, да. Ну, и нет никаких тенденций. Если я сравниваю разные города, там гораздо лучше. Ой, Екатеринбург. Ну, он, конечно, растет. Ну, тут можно, конечно, писать на то, что это рубрикация хуже, или, может, там все-таки меньше пью. Не могу сказать. Но вот здесь вот с кофем-то получше. Они строят поближе к центру. В Перми пиво не растет. То есть, в новых домах в Перми эти пивные наливайки не открывают. То есть, если мы начинаем сравнивать города, мы видим, что что-то может быть лучше. Да, да. Смотреть на один город бесполезно. То есть, вот я, собственно, поэтому начал разные города открывать. А так ты открываешь, ну, ясно, понятно, да. И что? Проблема многих исследователей, то, что они идут в один город, вот, какой-то проект исследуют, и они смотрят в данном месте, и больше они ничего не видят. Может, что-нибудь там найдут на месте. А предположить, что может быть что-то радикально по-другому, невозможность таких данных. Все воспринимается как данные богом просто. Москва. А, по удаленности от центра, вот где пик. Кофе от центра. Кофе в центре. Немножко дальше. Оп. Его мало. Пьют вот где. По удаленности, кстати, интересно сравнить. Вот Москва. Видите, основное население 55 минут от центра. Екатеринбург. Сколько тут? 32. 30. Новосибирск. В чем спасение? Значит, в Праге я беру от центра. Но, в Праге, я беру от центра. Ну, да, вопрос-то мы можем получить так, чтобы меньше стимулировалось. И, может, нам дома где-то не там строить или по-другому организовать. Новосибирске похуже. Перм примерно так же. В чем спасение? Вот, в сравнении с другими городами помогает. Прага. Значит, в Праге я открываю микрорайон. И вижу, что здесь наливает столько же кофея. Вот кофея. Раз, два, три, четыре, пять. Это микрорайон. И пивных магазинов столько же, и баров столько же. Микрорайон. Вот как это выглядит. Жилые дома в Праге. Забудьте открыточный центр. Это там мало живет. Вот. Большинство, я думаю, больше половины уже живет так. Вот, вот так. Но вы можете сказать по фотографиям, что здесь условия довольно комфортные. И дело даже не обязательно в парке. Парк, он создает разрешение. Вам там нечего делать. Ну, кроме того, что вот гулять с коляской там или с собакой. То есть, молодежь по парку не гуляет. А качество пешеходной среды. То есть, ходить можно. Если вы приедете в обычный миллионник на периферии, где бухают, там тротуары просто убитые в ноль. Там просто вот, если ты вот съездил прям за границу и идешь туда, просто стрёмно находиться. Если ты там постоянно живешь, то ты как-то замыливаешься. Как только ты вот как-то выйдешь из этого контекста и войдешь, ты понимаешь, что просто отвратительные условия. А почему в Праге-то хорошо? Вот там локальный центр. Центр сообществ здесь. Магазин по ремонту. Магазин, маленький магазин продовольств. Не супермаркет, а небольшой. Детский сад, школа и школа творчества. Все это работает, люди приходят. И кофейня здесь же коммерческая. Не как вот здесь в Москве дома культуры, где просто там работник какой-то. Здесь коммерческая, кофейня работает. Центр занятости. Вот такой вот местный центр есть, есть куда прийти, есть где увидеть людей. В наших современных микрорайонах вообще ничего нет такого. Новосибирский академгородок, по данным, вот он похож на Прагу. То же самое. Качественная среда, ну, не совсем качественная, тут лужа. Но ходить можно, гулять можно. При этом здесь, когда встали, значит, дома перевели в изведенную, приватизированную и муниципальную собственность, стало можно открывать торговую точку. Здесь торговля выросла. Это уже три года назад фотография. Она растет. Есть зачем гулять, есть там что делать. В академгородке, в отличие от любого миллионника, вы ощущаете себя в городе, потому что у вас плотность социальных контактов высокая. Это то, что было в средневековом традиционном городе. И неожиданно это получилось в таком вот довольно разряженном, типичном советском микрорайоне. Плотность контактов высокая. Вы, вот выходя на эту улицу главную, вы встречаете друзей, одного, двух, трех, просто пройдясь по ней. То есть, есть чем заняться, поэтому народ это ценит, туда переезжают люди с деньгами. И, ну вот, это вот пример хорошей среды, к которой надо стремиться. По большому, в плане бюджетов академгородок это такая маленькая Москва. То есть, там какие-то деньги ведомственные есть. Но, если бюджеты городов переделить, вот откатить назад реформу Кудрина 2003 года, по-моему, которая забрала деньги у регионов и городов в Вермунтех. Ну, вот такое вот рано или поздно устроится в Альметьевске, в Татарстане. С этого отобились. Ну, вот, собственно, на этом у меня все, полезные ссылки. Значит, я все это показывал на Косткиси. Сейчас, я думаю, он пробовал вот такую вещь, пакет Geopandus. Он может примерно то же самое, но в Кейтоне и в консольных скриптах Это несколько проще, чем загружать данные в SQL или там их крутить. Значит, пользуйтесь NextBS, если вам что-то показывать надо. Карта DBS, если вы хотите что-то красивое, не калачьте. Пробуйте Geopandus, пользуйтесь по ZBS. Все. Спасибо.